Муравленковцы присоединились к танцевальному флэш-мобу «Я ямалец». Он объединил более 200 жителей города разных возрастов. Все подробности у Валерии Чижик. Простые движения под зажигательную музыку. Муравленковцы присоединяются к окружному флэш-мобу и своим танцем поддерживают проект, который проводит первый арктический «Я ямалец». Флэш-моб объединил более 200 муравленковцев разных возрастов. Мобильные, креативные, спортивные – все это мы, ямальцы. Я думаю, ямальцы – это добрый человек, не знаю. С остальным характером. Грамотный, артистичный, просто хороший человек. Активный, добрый, умный, креативный, мобильный, самый лучший. Он очень добрый человек, притягающий к себе положительные эмоции, положительных людей. Он готов ко всему, он может пройти любые преграды, несмотря на условия, в которых он обитает буквально. Красивый, умный, достойный. Морозный. Какой? Морозный, теплый для души. Активистка Нина Алексеевна Василевич – пример для подражания для всей молодежи. Здесь, на площади Дома культуры Украины, Анна наравне с остальными, ярко заявляет о своем таланте и присоединяется к окружному флешмобу. Мы все ямальцы. Я считаю, что мы уже аборигены Ямала. И мы не поседы, ну не из детского сада, а из Муравленка. Мы не бываем почти дома, хоть мы пенсионеры, но мы не сидим дома. Мы обязательно участвуем в общественной жизни города. Ямальцы – люди широкой души. Участие в сборе средств для детей, нуждающихся в постоянной реабилитации – прямое тому подтверждение. Я считаю, что в таких акциях нужно принимать участие, потому что каждый положит понемножку. И можно как-то таким образом помочь реально нуждающимся людям не оставаться в стороне. Благотворительную акцию в рамках окружного флешмоба проводит фонд «Ямине». Он действует на Ямале с 2011 года и оказывает помощь детям, которые нуждаются в медицинской помощи. Пожертвования из всех муниципалитетов направят потом в Салихард, и фонд будет распределять средства либо на реабилитацию детей, либо на санаторно-курортное лечение, то есть по запросу жителей Ямала. Танцевальный флешмоб продолжается. В ближайшее время к нему подключатся все города округа. Валерия Чижик, Владислав Дроботов, Новости Муравленко.